Тараса Шевченко Все это очень близко и все это родное, неодержимое, несмотря ни на какие другие обстоятельства. Поэтому я работаю в журнале «Дружба народов», и «Дружба народов», сами понимаете, своего названия, мы стараемся дружить народами и дружить поэтами, дружить писателями. И, конечно, при журнале образовалась такая вот студия перевода, поэтического перевода, переводим только поэтов. Переводят со славянских языков, с родных языков родственных русскому, и с украинского, и с белорусского. И в то же время переводят с русского языка на белорусский и на украинский. Эта студия работает три года, мы делаем публикации в журналах и сравниваем эти переводы, встречаемся с нашими украинскими и белорусскими коллегами в Минске, обсуждаем эти переводы, находим лучшие и лучшие публикуем. В общем, жизнь есть, вот и мне кажется, что она позитивна и вселяет в нас во всех надежду. И сейчас вы услышите переводы с украинского стихов тех поэтов, которых мы переводили. И я сейчас даю слово моему коллеге и тоже участнику студии, поэту и переводчику Ерману Классову. Ермана Классовна. Вот, а он такой вот мост между двумя культурами, поэтому мы способны что-то проверять, некие равновесия, вот весы, да. Наверное, весы – это, наверное, был день переводчика, это вот символ переводчика. Вот, и наша студия существует уже несколько лет, и мы, вот как сказали, переводим с разных языков. И, наверное, мы начнем с того, что представим Анну Маркину с ее переводами, да? Да, Анну Маркину – поэт, переводчик про «Заик», самый молодой член нашей студии «Шкер-Реберти». Кроме того, есть «Постовщик», вот, начальник «Постовщик». А, да. Да. Также поэт и переводчик вот Евгения Дженбаранова, вот она, за счет реклам. Добрый день, я прочитаю перевод стихотворения Леонида Киселева, равноушедшего поэта, стихотворения 68-го года. Мне кажется, что во время, когда столь много в воздухе какого-то недопонимания, агрессия, оно звучит особенно актуально. Эпикраф к этому стихотворению «А я тому журавлю, ки и ноги перебью, перебью» из украинской песни. «А я тому журавлю, ки и ноги перебью, перебью» пісня. Земля такая горячая, такая руда земля, Малый пик хлопчик сладший, не бейте журавля. Притне его до себя, и руками за туля, Ой, дядечку, не треба, не бейте журавля. Відлиний день без языки, И чути в тиши нічні люди дерева, ріки. Тужно кричать, не бей, Не винести того бою, Не видати жалю, Що станеться з тобою, Мій світ, мій журавлю. В останню мить побачиш, На мисту із багряних плях, І буде така горяча, Чорна така земля, Панцерники рокочуть, Крають чумацький шлях, І бідкається хлопча, Не бейте журавля. А в переводе звучит так. Земля, земля горячая, І ржавая земля, Над нею мальчик плачет, Не бейте журавля. Журавля прижмёт его нестройно, Как будто исцеляю, Ой, дядечка, постойте, Не бейте журавля. Уходят без языки, День в ночь среди скорбей, Деревья, люди, рейки Кричат, не бей, не бей, Не вынести той боли, И жалости не мой. Що станеться з тобою, Мій мир, журавлик мой? Следов уже не спрячеш, Кровавая петля, Земля, земля горячая, О, чёрная земля. Броневики рокочут, Все звёзды расстреляв, И жалуются хлопчик, Не бейте журавля. Браво, спасибо, спасибо. Женечка, оставайся, Тут нас будешь читать, Проверить, значит, мы будем продолжать. Мне кажется, все прочувствовали этот перевод И почувствовали вот эту вот невероятную прелесть, Звучание и родного языка, и русский перевод. Ну, мне кажется, что мы все становимся Только от этого богаче и ближе, Когда мы говорим об этом, И говорим в том числе и стихами. А сейчас я приглашаю выступить Дмитрия Артиса, Который прочитает тоже свои переводы. Кого-нибудь... Современный украинский автор, Роман Скиба, прекрасный автор, Я очень люблю его стихи. Сейчас на украинском поможет Евгения, А я свой перевод на русский спасер. Стали витры, вы христины, Сходят собаки с листью, Ешь, а хлопчак разхристины, Мчить до кочми и с листью. Все ты спустил до талера, Речи позбавил значень. Дядечку, пане манере, Ваша икона плачет. Видимо сходят с листом, Собаки не вяжут лыка, Пьешь, И пацан расхристанный в ковар забегает, С криком, Спущено все до центра, Смотришь на мир иначе. Дядя художник, В церкви Ваша икона плачет. Сделай себе на старость Из глины большой кувшин, Наполнишь его стебенно, Осушишь во славу родных, А после расколешь о стену На тысячу составных, Плечами пожмешь, Да и только Об этом кувшине скорбя В скобра соберешь осколки, Забыв, как звали тебя, Посеешь же их вдоль долины, Ума не набрав, Совшин кувшин снова, Сделать глины трудней, Чем из глины кувшин. Я очень рад пригласить Светом Асцену Замечательного поэта-переводчика, А также психолога И прекрасным женщинам, Да, ну, Моргу Сельсинскую. Друзья мои, Я буду читать Только переводы, Только по-русски, Те, кто знают украинский язык, Я предлагаю Заняться обратным переводом, И потом вы сможете проверить, Потому что эти стихи опубликованы, Их можно найти. Это наш современник, Павло Каравчук, Ему тридцать пять лет, И я прочту два его стихотворения. В марте, Когда перестал тусоваться снежок, Вышел я весь, А не высунул нос на задворки, Вижу, стоит в прошлогодней, Как листья дедок, И продает инструмент, Плоскопупцы, Отвертки, Камешки бережно он разложил по углам, Чтоб не морщила газетка, Как старая кожа. А на лице отпечатано, С кем по душам поговорить бы, И горе прошедшее тоже. Чем старикана подбодрить, И сам-то я шкет, Где подкрутить, Чтобы счастье нам всем перепало. Ладно, Отвертки куплю И отдам свой букет. Бабка цветами За ближним углом Дорговала. Павло Карамчук И еще одно стихотворение. Я хочу сказать два слова Про это стихотворение. Оно очень необычное. Я подозреваю, что это рэп на самом деле, Но я не буду так читать. И еще в нем есть одна занятная особенность. Первое, вы услышите, Первое и третье Нечетные строчки рифмованы, А второе и четвертое Они только алитерируют. Там созвучий есть, А рифмы почти никогда нет. Вот. Ну, и тема такая замечательная В своем роде называется, Но пирозинамид. И такой у него эпиграф. Сосновая пыльца Одно из самых эффективных Народных средств При туберкулезе. И теперь стихотворение. Вышел из диспансера, Сел на маршрутку. На две недели Набрал запас таблеток, Сжал в кулак Напряженную руку. Скоро мне будет дышаться легко. Новость о болезни Не просто удивила, В глазах потемнело, Будущее исчезло. Какая там жизнь, Впереди могила, Я думал. До результатов первых анализов. В маршрутке, В маршрутке, Как в легких, Было где разместиться. Но одна пациентка Усела со мной рядом. В одной руке Держала сигареты Убийца. В другой толстую папку Рентгеновских снимков. То была смерть. Я узнал ее сразу. Она любит покашлять Везде под сурдинку. Сказала, У меня открытая форма заразы. Я работаю в мясном, Отделе на рынке. Она дышала чаще, Чем здоровые люди. Смотрела на меня Своим жеванным лицом. Как всегда кашляла повсюду, Как всегда заразу. Оставляла на всем. Всю дорогу повторяла Одну и ту же штуку. Кашляла и смеялась, Смеялась и кашляла. Наконечная взяла Мою напряженную руку И сказала, Повторяй за мной, Паша. Это Мбутол. Это мой Аллах. Рифампицин. Это мой Будда. Из-за неазид. Это мой страх. Еще одно название. Я знал, но забыл. Это Мбутол. Это мой Аллах. Рифампицин. Это мой Будда. Из-за неазид. Это мой страх. Еще одно название. Забыл. Слава Богу. Павло Кравчук. Я очень рад пригласить сюда Яну-Марию Романковину, поэта-переводчика. Что-то вы можете читать. Добрый день. Я прочитаю один текст из Евгения Плужника. Был такой поэт в начале ХХ века, это серебряный век, он писал под псевдонимом «Кантимирянин». Как и второе стихотворение Росея Стуса, они оба, что у них общего, они оба сгинули людей. Розпочинают дни гудок о шосте, коли росыщий вітр не допит. А там в горі таки ясні і прості, плывут рожеві зграя голубі. Ще пішоходи холодком укриті, на парень листі десь жерло шаг. И хочется сказать, каждый митый не поспешает. Но и живется порох над базаром, и синьок и ранок, мов, за слеп. И закиплять, я знаю, не за баром. Купи бля и продаж, борьба за хлеб. И я иду, чтоб десь продать им язи, Ще ведучи остолкненим на бит. И гаснуть, плівнуть, ввідблески до бази на кривах голубих. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На лисій горі догоряє багатці нічне, І листя осінне на лисій горі догоряє. А я вже забув, де та лиса гора, І не знаю, чи лиса гора впізнав мене. Середня, жовтня, пора надвичеків твоїх, Твоїх недовір і невір і осіннього вітру, І вже половинне життя забувається, Гріх уже забувається, Горє і радість нехитра. Середня, жовтня, твоїх тонкорилих розлук, Тонкогорлих розлук. І я вже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, Чи я вже помек, чи живу, чи живцем помираю. Бо вже відбриніло, відквітло, відгасло, відграло над круг. Та досі ще пахнут тушливі долоні тобі, І губи гіркі, аж солоні, і досі ще пахнуть. І лиса гора проліта з хараподжаним птахом, І глухає кров у аортах надсадно будуть голуби. Зараз я пахнути на дуже такий образний, Зараз я пахнути на такий образний, Я пахнути більше лирику. На лисій горе догорають ночні огні, І пал я листью на лисій горе догорають. А я позабыла то місце і даже не знаю, Зараз я пахнути на нього. Актябрьская тиша – це время твоих вечерів, Всомнений твоих і ветров, і осеннього життя. Положить не забыто, і от безпоследніх кострів, І счастье простое, і горе давно позабыто. Актябрьское время пора до горлых разлук, Прозрачный голос уже не знаю, не знаю. Я умер давно, і людьми чешевьем умираю, Когда цвело, отыграло, отпело вокруг. Я помню, как пахнут на склоне вечерней зари, Пустые ладони і губи, я помню, как пахнут. Актябрьское время летит перепуганний птах, Над лысой горой винацам гудят щезарю. Спасибо. Замечательные стихи. Хочется слушать и слушать. Настолько они музыкальны, Настолько они лиричны и очень красивы. А сейчас я попрошу Гербана Мурасова, Тоже поэта и переводчика нашего фото-корреспондента, Прочитать свои переводы украинских поэтов. Над Полтавою літо бабине, У саджарах падал лист. Что ж ти мило зі мною бавишся, Став я тінім подивись. Я біжу, аж іскри поскають Із-под років, як із-под чобік. Ну навище мені ти восклою Зав'язала білий слід. Я ж не камінь, та я ж не дерево, То допоки, одвічай, Я оцінти на том березі, Посередній печаль, Може б я до якої горлиці Перекинул в тихий міст. А лише ти мені мило борською Зав'язала білий слід. Це був Борис Оленик. Я був ще догадайся, Не узнали про те. А теперь перевод. Лето бав'я над Полтавою, А в Санжарах листопад. Ах, твоей я стал забавою, Тенью, как подымеш взгляд, Все бегу меж іскри острые С каблуков прожитых лет. Ах, зачем мне речку Борскую зав'язала білий слід. Ведь не камінь я, не дерево. Так доколеш, отвечай, Мы одной реки, два берега, Меж которыми печаль. Я б к сердцу голубиному Мост построил в тишине. Только ворскую любимую Очень повязала мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, еще, знаете, Хотелось бы прочитать одно стихотворение Замечательного поэта Игоря Ромарукак. Вот. Ну, к сожалению, вот. Одно я не смогу найти. Хорошо. Игорь Ромарук. Снега. Ранит шелкам, Снег на погосте. Он должникам кудрит кости. Гаснет не вмиг вещая зорька. Слово горит светом и только. Сходит снега, встанут как поросли. Нет на врага, но и не пороснь. А леет март, в медленной скорби. Слово бастард, тряпкаю в горле. Снежный посев слетает тихо. Кто на совсем выявлен лихо. Заре он в рог грозно сияет. Слово зверек поле петляет. Ну, могу еще. Прекрасный поэт. Я рад его почитать просто. Вот. И еще одно небольшое стихотворение. Другу. Омоешь душу вечером в Днепре. Девичьей песней тенью у стены принешь. И тебя петь о той поре. Твадцатый век. Последний день весны. Кто перескажет, на каком суде. Кто выскажет. Ему свидетель мрак. Вот этот алый отцвет на воде. Заломленные руки укорят. Исчезнут голоса. Так письмена исчезли. Так вслушает тень. Волна и песня. Не светла и не грустна. Омолят ли другие имена. Они сойдут безмолвия боясь. Вот этих стен с проломами. Где лишь бедна следов. Причудливая связь. И наши спины гнутся. Что камыш. Спасибо. Я с удовольствием хочу. Причем пригласить. Алину Гримму. Почитать. Своё. Да. Я прочитаю одно маленькое стихотворение. Которое, конечно, на время Украины. И всеми мыслями, и всеми переживаниями они. Обид забористых частоком. Ни щели, ни лаза. Слеза устремлённо ведёт протокол из левого глаза. Трава подстрекает. Подводит тропа. Сто лёзд пешком до небес. И что теперь плакать. И что роптать. Как дремучь мой путь через крестный лес. Язык мой, возлюбленный враг. Предрекая неравную битву. Дальше Киева доведёт в раз. Лишь Иисусову вспомнил молитву. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛЕКТЫ Наш небольшой поэтический вечер. Наш наступление. Закончит Евгения Дженбаранова. Женя. Что? Вот как-то стоит соответствовать. Да. Поэт-переводчик. Евгения Дженбаранова. Ох. Подумывай. Вот. Такая дарения. Одну минуту. Давай подать. Дайте. Можно сказать. Наверное, немножко в студии. Постали. Показать. Вот. Вы знаете. Собственно говоря. У нас есть такая возможность замечательная. Переводить. Белорусских, украинских поэтов. И, так сказать. Вас публиковать. Их. Не знаю. Дружинародов. То есть вы можете дважды в год. Вот. В мартовском, кажется, в номере. В ноябрьском. Да. В октябрьском. Вы можете посмотреть подборки. Вы можете посмотреть в журнальном зале. Дружину народов. И вот посмотреть в студии Шриберя. И там идут переводы. Что интересно. Переводы даются как бы в разных вариантах. То есть, то же стихотворение может быть передано несколько раз. Разными поэтами. Поэты переводят поэтов. Вот. Это очень интересно. Разное прочтение. Вот. По-моему, там три разных варианта. Может даже больше. Да. Возьмем одно стихотворение и печатаем оригинал на украинском языке. Печатаем подстрочник. И потом участники студии представляют каждый свой перевод. И сравнить эти переводы. Невероятно интересно. Вот сразу видна индивидуальность. Личность того человека, который переводит. Он тянет за собой всю свою поэтику. Все свое мировосприятие. Это вообще очень интересная. И не хочу сказать игра. И не хочу сказать соревнования. И не хочу сказать соперничество. Это сотрудничество. Потому что, понимаете, с одного языка перевести на другой язык невозможно. Стихи языков разные. И особенно трудно. Вот. Уже мы занимаемся переводом несколько лет. Переводить с близким и родственным языком. Очень трудно. В этом как раз легче переводить с английского и с французского, чем с украинского на русский, чем с белорусского на русский. И даже с польского и болгарского вот этих славянских языков. Очень трудно переводить. Другой звук. Другая звук. Другое значение слова. Поэтому найти переводчику вот какое-то более-менее адекватное выражение на русском языке или наоборот с русского на украинском языке – это труд. И это искусство. Да, и надо сказать, что… Сейчас я расскажу. Очень интересно, значит, в процессе подготовки мы делаем разные варианты и поэт постепенно превращается в переводчиков. Он как-то, да? Отходит от своего, да, и становится другим. И очень приятно то, что мы переводим в хороших порядок. То есть мы обращаемся. Вот. То есть мы обращаемся к другой культуре, другим взглядом. То есть немножко с другого ракурса. Вот. Это мне очень интересно. По-моему, это самое замечательное в работе переводчика – это вот посмотреть на мир другими глазами. То есть на себя же, да? Вот. Вот. А может, еще прочитаете звание? Ты готов? Это надежно. Украинская книжка с рукуписью. Может быть, я просто на Украине? Ну, бы что, давай. Давай, давай. Я лучше почитаю поэзию достойного внимания на проэзии. Давай, проходите. Давай, проходите. Чаш. Ладно. Вона лежить, как з'ибхана вода, усепокийна и все примуща, и весь здирая из неих шкара лучшую глуха, как пущая никуа жада, как водоврай, и п offen morningся павор в хитии, чтобы дуться бути спаленными дотла. Когда я в лесу лодка увошла, ведь на цью й у стяж открити, звони глинадра пружно и вишка. Не степна, живодайна и убивча, шаленый низ, и втиха таемничая, и проснулась в них до борлата. Порожью руру, под ярмом волан, дрися в гору, чи срывайся с кручей, я за твих тілок и шло сгах дримушек, у рели родок на терпу сконайт. Василий Стус. Еще один вопрос, я прочту тоже на украинском, мне кажется, это прям будет очень-очень хорошо. Борис Орійник. На цій горі, на пагорби печаль, де все болить від хвітки до хреста, ідуть дощі в долинами плачами. На цій горі, на пагорби печаль, не міг слова, і мочать уста. Гірка сльоза пече, як сіль чумацька, стоять в жалобі схиленій, лубні, длюплеубни, і монастир, як оберіг козацький, і звін була безмолно пом'яни. Страшне число у нерізькій на прузі пропарює світи до глибини. У 33 розп'ято Ісуса, у 33 на земному прузі розп'ято мільйони безвини. Ми співспівали їхні чисті души, вони нас не спалили у клядьбі. Вони простили, але пам'ять душить. Чи маємо право ми прости собі? На цій горі, на пагорби печалі, з небесної святої чистоти, ідуть дощі вдовинними плачами. Спадає плащаницею мовчання, і тільки дзвін волає непростаті. Дякую.